Приветствую зрителей на канале, с вами Смайл Секет, очередное видео посвящено следующей фанатской игре, она вышла практически одновременно с предыдущей и создана она от тех же авторов, которые писали, собственно, движок. Она также переведена пользователем ОСА, но здесь видно, что он не особо старался, то есть часть не переведена у нас, но ничего страшного, играть это не мешает, здесь я никаких правок не вносил, то есть как она существует, она одноязычная, то есть здесь только русский язык, и можно также скачать версию русскоязычную отдельно или англоязычную на форуме. Давайте начнем. По сюжету мы находимся в деревне, и у нас... мы хотим сходить с нашей девушкой на пляж, но она заболевает, об этом мы узнаем из первого же диалога. Привет, Дора, я ищу Дейзи. Привет, Дизи, извини, она очень плохо себя чувствует. Ей нужно выпить лечебное зелье дедушки. Дизи, пожалуйста, принеси зелье, я волнуюсь за нее. Ну, давайте поднимемся к дедушке, он наверняка где-то наверху. Здесь, конечно, есть и диалоги, в которых мы пытаемся уйти, например, вправо, но нас туда просто не пускают. Так, здесь еще у нас... Я должен поговорить с дедушкой, то есть нам однозначно намекают, что нам нужно идти наверх. Перебраться мы не можем, и здесь есть рычаг, причем он сделан с двух сторон, то есть я точно так же могу его выключить и здесь. То есть объект можно синхронизировать. Куда-то забраться у нас не получится. Ну что ж, давайте поговорим с ним. Привет, Дизи, что привело тебя сюда? Мне нужно немного лечебного зелья для Дейзи. Она немного больна. Посмотрим. А, извини, оно закончилось. Я могу сварить, только нет ингредиентов. Я их найду, только скажи, что? Лунный цветок, немного водки и кости. Кости? Зачем? Для зелья, конечно же. Хорошо, я пошел. Какие ингредиенты нужны? То есть мы можем всегда уточнить. И здесь видно, что рамка вышла немножко за края. Это недосмотр именно переводчика. Но сам текст помещается. Вышла только за края у нас сама рамка. Поэтому это не критично в данном случае. Лунный цветок, немного водки и кости. Естественно, если мы какие-то ингредиенты ему принесем, мы можем его еще раз переспросить, и он скажет, назовет нам только те ингредиенты, которые нам осталось принести. То есть здесь это все продумано. И только теперь мы можем отправиться в соседний экран. И здесь у нас лежат первые предметы, верхние предметы, до них добраться невозможно. Здесь только есть кирка и лопата. Причем функцию они выполняют одну и ту же. То есть мы можем взять как лопату, так и кирку. Давайте проверим, что это действительно так. И мы видели, что вот у нас лунный цветок. Давайте его сразу же и заберем. Три предмета мы носить можем. И да, здесь есть небольшой баг. То есть мы можем стоять на луне. То есть оно сделано как облако, такого быть явно не должно. И благодаря этому мы можем подпрыгнуть выше, и видно, что здесь экран не переименован. То есть на самом деле решается это все очень просто. Мы можем в свойствах луны указать именно тип воздуха. И тогда такой проблемы здесь не будет. Править я буду только те игры, которые... Буду сам переводить, поэтому здесь я ничего не стал делать. Прошлую игру я тоже не переводил, но мне интересно было попробовать именно двуязычие. Поэтому я много чего там добавил от себя. Так, о, ты нашел лунный цветок. Причем мы ему их не даем. Он сам определяет, что он у нас находится в инвентаре. Так, какие ингредиенты нужны? Немного водки и кости, как мы видим. Текст у нас изменился. Так, давайте попробуем разобраться с костями. Для этого мы, собственно, и взяли все, что нужно. Вот мы находимся на кладбище. Тут покоится моя пра-пра-пра-бабушка. Лучше ей отдохнуть. Не будем ее беспокоить. Он выглядит новым. Так, вот этот можно раскопать. Это хорошее место. Это, кажется, хорошее место. То есть, разные на гробе, и мы можем раскопать несколько. Вот здесь раскопки идут быстрее. Давайте попробуем лопатой. Здесь нужно сделать всего лишь два выкопа. Тут уже есть отверстия. Не стоит их беспокоить. Давайте выложим. Так, кости забрали. И теперь мы не можем покинуть экран. Не нужно мне оставлять разрытую могилу на кладбище. Ну, давайте ее закопаем. Так, давайте теперь попробуем раскопать киркой. Как видим, это тоже так же работает. И костей здесь не будет. Если мы кости спрячем обратно, то есть, раскопаем другие кости, не будем их брать, то кости появятся здесь. Как мы закопали яму киркой обратно, непонятно. Ну, что ж. Так, наша физика, как всегда. Ну, давайте оставим эти предметы, которые нам больше не понадобятся. Это лопата и кирка. И отнесем еще один предмет, и нам останется принести только водку. Вот кости дедушка. Какие нужны ингредиенты? Немного водки. Ну, то есть, нам осталось всего лишь один ингредиент, и мы пойдем разбираться с ним. А здесь у нас играет в прятки Дози. Каким образом с ним можно вообще во что-то играть, если он постоянно спит? Привет, Дози, ты один? Неа, а, да, эээ, эх. В общем, он несет что-то ничего не раздельное, но, скорее всего, он просто спит. Что вы делаете? Е-е-е-е-е. О, я вижу, ухожу пока. Привет-привет. Привет, Дизи, приходи. Сыграешь в прятки с нами. Извини, я очень занят. Дейзи больна. Я слышал об этом и пошел на пляж, чтобы собрать немного морских звезд для нее. Ты знаешь, как она их любит. Но там страшный черный пират. Все туристы разбежались. О, нет, он стоит рядом с баром у пальмы. Бар. Значит, там должна быть водка. Возьми акваланг, может понадобиться. Спасибо, Дензил, увидимся. Удачи. И этот акваланг нам не нужен для того, чтобы ползать под водой. Потому что вход в воду у нас закрыт. То есть мы не можем туда пройти. Даже если я акваланг выкину, то я все равно, касаясь воды, не погибну. Я не в настроении играть с песком. Ничего, все еще впереди. Привет, я Дизи, и мне нужна водка из бара. Я тебе не дам. Это все мое, уходи. Ну ладно, я попробую сам взять. Арр, убери руки, это все мое. Мне нужно залить горем. Если мы будем постоянно его брать, то он нас просто ударит. Причем он даже не будет к нам приближаться. То есть у нас просто потеряется часть жизни. Попробуем поговорить с ним еще раз. Пожалуйста, мистер пират, моя Дизи больна, ей очень нужно. Твоя Дизи больна, ты говоришь. А, знаю, знаю. А моя любимая, одна, на дне моря. Арр, как жаль, я никогда не увижу ее снова. Ну что ж, как опуститься на дно океана? Отдать ему акваланг. Не горю, пират, ты ее снова увидишь. Вот, держи мой акваланг. Можете увидеть ее, когда захотите. Спасибо, ты хороший малый. Я иду, любимая и милая. Так, ну вот, никто нам теперь не мешает. Водка. И можно взять звезду, которую Дизи любит, но и без нее она нас примет. То есть у нас просто будут варьироваться диалоги, в зависимости от того, придем мы со звездой или нет. Ну и также возьмем вот эту лопатку. Она нам пригодится для истинной концовки. Насчет кирки не знаю, будет ли это работать. Я не проверял. Но можно попробовать. Водка. Прекрасно. Я сейчас смешаю с зельем. Это займет всего минуту. Прошло больше получаса. Зелье готово. Пигик Дейзи. Она должна выпить все. Спасибо, дедушка, уже лечу. Зелье забираем. Так, ну и поговорить с ним больше уже нельзя. Это лекарство. Дейзи должна выпить все. Отлично, сейчас дам ей это. Через некоторое время. Ну и вот Дейзи у нас себя прекрасно чувствует. Давайте заберем кирку. Вдруг она нам пригодится. Привет, Дейзи. Рад тебя видеть. Как ты себя чувствуешь? Гораздо лучше, спасибо. Я принес тебе морскую звезду. Она прекрасна. Пошли на пляж. Хорошая идея. И они автоматически оказываются на пляжу. И здесь у нас есть сверху на экране написано. Игра окончена. Так-то или нет, мы не знаем. Поговорить здесь уже ни с кем нельзя. И теперь он никак не взаимодействует с этим. Мне так хорошо тут. Так, ну что ж. Давайте попробуем раскопать. Вернуться обратно у нас нельзя. И здесь у нас установлен таймер. То есть мы не успеем ничего сделать. Игра закончена. Куда ты пошел? Не закончена. Мы же еще двигаемся. Что за огромную дыру ты вырвал, чувак? Так, ну и все. То есть я опять не кирку это проверил. Ладно. А вот здесь у нас как раз те самые, ну так называемые, монеты. Или предметы коллекционирования. Так, давайте с верхней начнем. Это для истинной концовки. Дейзи, ты внизу. Прыгай в ведро, мы вытянем тебя. Дейзи, я принес тебе много морских звезд. А, они мне очень нравятся. Ты такой милый. И это истинная концовка. И игра теперь действительно полностью пройдена. Пишите комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Рекомендуйте видео. Всем, кого знаете. Ну и до встречи в других прохождениях. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok